Что сегодня у нас с вами за тематика? Тематика, пришлось объединить две на первый взгляд темы, мало связанные с собой. Это возникновение аритмии у человека, ее коррекция с помощью биорезонансной терапии и венозные нарушения. Но как вы уже поняли из предыдущего нашего семинара, невозможно решить проблему, любую проблему, любой части сердечно-сосудистой системы, если мы ее не рассматриваем как целое, единое. Поэтому предыдущая программа остается у нас в запасе. И на этой базе мы будем дальше продолжать рассуждение о биорезонансной коррекции аритмии у человека. И отдельно, естественно, эта программа будет не общая, все будет разделено на две тематических темы. И программы в конце будут предложены, соответственно, отдельно. Это программа лечения аритмии и нарушения венозных таких проблем, как тромбофлебит и варикозная болезнь с ее осложнениями. Но начнем мы не с вен, а с сердца. Как вы понимаете, сердце настоящий мотор нашей жизни, оно работает без выходных, перерывов, не имея никаких расслаблений, как вы уже это поняли. Даже тогда, когда нам кажется, что сердце отдыхать должно в диастолу, на самом деле этого не происходит. Оно занято работой и просто перекачивает кровь из одного своего ордела венозного в артериальное. Таким образом, никаких клеток, которые бы отдыхали, у сердца практически нет. Следующий вопрос, который хотелось бы обсудить. Что да, сердце действительно является энергетическим центром нашего организма. И все ритмические сокращения, которые выполняет все его отделы, вот вы видите, в руках у человека, чисто виртуальное изображение сердца. Тем не менее, вы видите, сердце как минимум состоит из трех, а по-стоящему из четырех отделов. И вот только когда ритмичная работа всех центров регуляции, центров управления, моторикой, сокращением сердца находится непосредственно в самой сердечной мышце, только тогда сердце будет биться ровно и надежно работать, обеспечивая нашу жизнь. Вот вы видите, да, сердце действительно является, вовсе не даже головной мозг, является подлинным хозяином нашего организма. Мозг без крови, поданный сердцем, не проживет и нескольких минут, вы это прекрасно знаете. За минуту, буквально за несколько секунд сердце прокручивает не те литры крови, к которым мы привыкли, а буквально тонны. Сердечные мышцы работают больше других мышц в человеческом организме. И естественно, его нагрузка энергетическая, его энергетические потребности и перегрузки. Кстати, у сердечной мышцы возникают достаточно чаще, чем, например, в перечнополосатых мышцах человеческого тела или того же кишечника, который, если есть возможность, может передохнуть. Поэтому сердечная мышца довольно часто имеет такую вот неприятную особенность, она перенапрягается. Так, прошу прощения за не тот слайд, который мы прошли. Вот следующий наш слайд. Каковы же причины основные, которые приводят к истощению сердечной деятельности? Ну, мы привыкли есть 3-5-7 раз в день. И раз мы поели, мы считаем, что все клетки нашего организма тоже возобновили за ночь. Если мы спим ночью хорошо, то свои энергетические запасы. Но, тем не менее, сердечная мышца далеко не такой орган, который позволяет себе просто вот так вот запасти энергию. В сердечных клетках нет никаких возможностей запасти энергию. Вот как наш, например, организм в целом делает запасы жира, как энергетические льв печени, запасы, которые затем реализуются в виде уровня глюкозы. Поэтому клетки сердца требуют дополнительного энергетического питания. И вот вы видите, что, да, действительно, сердцу не так просто в своей деятельности жить. Как вы видите, постоянно сердце подвергается атаке свободных радикалов, которые попадают в кровь многими путями. Ну, во-первых, свободные радикалы попадают в организм с пищей. Во-вторых, они, естественно, попадают с кровью, которая свободные те же самые радикалы образуются при распаде отслуживших в свою клетку. Различные токсины. Поэтому клеточные мембраны требуют в сердце постоянной защиты от антиоксидантной атаки. И поэтому мы должны с помощью биорезонансной терапии постоянно заботиться о том, чтобы именно наши свободные радикалы прекратили терзать наше сердце. Мы знаем, что голод, о котором я говорила, это тоже, конечно, неприятность большая. Но с помощью биорезонансной терапии мы способны не только подкрепить наше сердце питательными веществами, с помощью биорезонансной терапии мы можем дать сердцу именно энергетическую подпитку. Все болезни от миров, как мы приняли это уже даже в повседневной жизни, это простой утверждение. Действительно, сердце, помимо того, что оно имеет свою собственную иннервацию, которая направлена на управление сокращением предсердия и желудочком в нужном ритме, обеспечивающим благодатное состояние жизни и благополучие кровеносной системы нашего организма, тем не менее, сердце получает иннервацию от симпатической нервной системы, парасимпатической нервной системы. И если вы нервничаете, то сердце бьется чаще. Некоторые состояния нервические приводят к тому, что сердце начинает даже пропускать некоторые сокращения, то есть возникают различные варианты нарушения ритма, то есть аритмия. Поэтому наиболее частой по природе своей причиной истощающей энергетические ресурсы нашей сердечной мышцы является и истощение самих нервных центров человеческого организма. Следующий слайд, он, конечно, не для того, чтобы в деталях его изучать, Ну вот, посмотрите, как сложно устроено сердце, и каждый отдел сердца имеет собственный нервный узел, между которыми идет переплетение пучков, сигналов, передающих информацию от одного отдела к другому, то есть сердце имеет свой персональный ритмоводитель. И именно вот как раз разбалансированная работа отдельных отделов сердца и приводит к тому, что сердечные сокращения становятся неуправляемыми, иногда приобретают хаотический характер мерцания, и очень бывает это тяжело переносить хозяину. Как слушать, примерно, вот вы видите внизу картинку, сердечко бьет по барабану, уже само устало, и тем не менее хаотические его работы, но никак не создают гармонию ни энергетическую, ни мышечную. Поэтому сердце, конечно, требует нашего внимания в этом плане. Разбалансированность различных отделов сердца, это как раз и есть аритмия. Много разных вариантов аритмии, мы сейчас не будем погружаться в его детализацию. Программу, которую мы предложим вам в конце этого семинара, вы увидите, что да, несмотря на то, что нарушения сердечного ритма могут затрагивать желудочки, предсердия, перекликаться как-то иначе, и все это вы ощущаете неприятно, в сердечной области некоторые даже чувствуют перебои, слабость головокружения. Тем не менее программа будет общая. Ритм сердца должен быть восстановлен целиком. Не по названию той аритмии, которая беспокоит того или иного человека. Ритм сердечной деятельности должен быть восстановлен полностью, потому что аритмия, я повторяю это, не побоюсь, вот это написано на слайде, но я не побоюсь это повторить. Аритмия способна поставить всю кровеносную систему и весь наш организм на край гибели. Что же мы можем сделать? Вот, посмотрите, такая картиночка. Может быть, она немножко сюрреалистическая, но тем не менее, наша биорезонансная программа ликвидации аритмии будет работать только тогда, и это условия должны понимать сами пользователи и биомедиса, и универсала. Она будет только тогда работать, когда будет соблюдаться правила системности. То есть сердце будет обрабатываться, грубо говоря, биорезонансом, не персональной, не сердечной программой, а такая программа должна, опять же, возвращаясь к предыдущему нашему семинару, затрагивать все отделы кровеносной системы. Лимфатические, капиллярное русло, непосредственно венозное русло, о котором мы сегодня будем говорить. И только тогда, когда мы с вами это условие системности будем соблюдать, мы получим благополучный результат. Сердце работает согласованно со всеми сосудами. Сердце работает согласованно с кровотоком, с нервной системой, с самим сердечным центром, сердечно-сосудистой системой. Вот только тогда мы можем считать, что задача более или менее нами решена. Биорезонансная программа против аритмии соблюдает вот как раз этот принцип восстановления сердечно-сосудистой системы, ее работы именно как целого. И вот я хотела бы привлечь ваше внимание к изображению тех сосудов, о которых мы еще с вами не говорили. Это вены. Вы помните, что часть сердца работает во время предыдущей темы, мы говорили, да, диастолическое давление как раз отражает работу сердца с венами. И вот вы видите, да, действительно, венозная проблема существует. Она также актуальна, как в проблемах артерий, атеросклероз или повышения артериального давления. Поэтому без обсуждения этой темы невозможно совершенно говорить о восстановлении сердечно-сосудистой энергетики, сердечно-сосудистой анатомии и физиологии. Здесь изображена нога. И справа от нее изображена вена, которая относится и к глубоким, и к поверхностным ведам нижней конечности. Вы видите, в центре этого сосуда расположен тромб. Для устрашения я выбрала специальную картинку, которая иллюстрирует не просто, скажем так, венозную проблему, а именно обтурацию, прикрывание просвета крупной вены. Здесь очень хорошо изображены и клапанный аппарат вены крупным тромбом. Естественно, не у всех людей даже повреждение поражения вен нижних конечностей сопровождается такими ужасными тромбами, перекрывающими просвет вены. Но я хочу немножко перенести к другую часть человеческого организма. Вот на самой первой картинке предыдущего слайда вы видели, что наша сердечно-сосудистая система, она едина. И за каждой артерией, к каждому органу идет вена. Например, у печени в портальной системе туда входят и артерия, и вена. У пищевода имеются крупные венозные сплетения. Кстати, вот интересно в терапии парным заболеванием тромбофлимбитвы или варикозной болезни, как это не печально звучит, является геморрой. То есть то, что вы ощущаете, видите на нижних конечностях при варикозной болезни. Крупные грозди расширенных вен ощущаются, и даже иногда печально это видит сам пациент с геморроем. Такие же точно венозные страдания может претерпеть воротная система легких, воротная система пищевода. Огромные сплетения покрывают кишечник. Самым страшным является для врача несостоятельность венозного сплетения пищевода, которая может дать тяжелейшие кровотечения, которые практически остановить совершенно невозможно. Но я не буду вас пугать, и мы вернемся все-таки к проблемам вен нижних конечностей. Сейчас мы немножко чуть повыше, вот здесь. Вот это у меня картинка еще тоже будет привлекать внимание. Вообще, правильно говорить не о тромбофлебите, а правильно говорить о венозной патологии. Вот перед вами те механизмы, из которых складывается эта венозная патология. Поскольку вы будете знать, из чего проблема складывается, то легко подобрать программы, которые будут влиять на эти проблемы. Итак, тромбофлебит. Если разобрать это понятие на несколько составляющих, то очень легко складывается картинка заболевания. Это прежде всего застой крови в венах, и не только в венах нижних конечностей. Там просто это более выражено, потому что вы видите это глазами, и ноги человека находятся по отношению к сердцу значительно ниже, поэтому там эти изменения ярче. И в мягкие ткани и кости не в состоянии закрыть застойные явления даже в поверхностных венах нижних конечностей. Флебит переводится на русский язык воспаление стенки вены. Действительно, если кровь застаивается в венах и захватывает стенку вены в воспалительный процесс, то сама стенка вены воспаляется, и окружающие мягкие ткани тоже. Отсюда пациенты с тромбофлебитом и варикозной болезни жалуются на болевой синдром, на синдром тяжелых ног, им хочется полежать, очень часто даже пытаются ноги немножко переместить выше головы, чтобы кровоток облегчился, но тем не менее это вряд ли поможет, потому что у вен есть одна очень интересная деталь, кстати, на этой картинке она видна, вот эти белые линии, идущие в самом сосуде, это клапанный аппарат вен. И поэтому, как бы высоко ноги не поднимались, кровь все равно будет оттекать в обратную сторону. Мало того, даже такое положение не очень рекомендуется больным с тромбофлебитом, потому что клапанный аппарат не в состоянии перекрыть обратные движения в крови. И вот такое положение и вызывает склонность к тромбообразованию. В части случаев тромб, который образуется в просвете вены, может перекрывать полностью такой сажут, и хирурги тогда ставят вполне законно вопрос о необходимости оперативного лечения наших пациентов. Но так ли уж нужны, скажем так, хирурги при лечении наших пациентов? Ну вот неприятно выглядит картинка, на которой видны варикозно-расширенные узлы. Естественно, вены, снабженные клапанным аппаратом, стараются направить кровь вверх, к сердцу. Но, к сожалению, при тромбофлебите, высокой степени зашлакованности организма, плохой работе того же сердца, атеросклерозе, высоком артериальном давлении, сопротивление обратному возвращению крови в сердце, очень высокое. Кровь застаивается. И клапанный аппарат постепенно провисает. Вот вы видите, идущая вниз картинка, она благополучно показывает вам, как ядовитое, токсичное, зашлакованное, иногда содержащее даже и паразиты кровь, благополучно возвращается опять в кровеносную систему организма. Мало того, она может впитываться мягкими тканями, коллатеральными сосудами и опять поступать в общий кровоток. Такая кровь помимо токсинов содержит и углекислоту. То есть то, что делают легкие, пытаясь обеспечить кровоснабжение отделов головного мозга и вообще каждой клетки нашего организма, может сводиться на нет такой простой клапанной причиной. Вообще люди часто так мысленно пишут, даже же пациенты, с которыми я разговариваю, говорят, что да, вот у меня тромбофлебид, даже не произносят выражение тромбофлебид, а тут же переходят к выражению варикозная болезнь. Это не совсем правильно, потому что варикозная болезнь является осложнением тромбофлебида как заболевание. Вначале воспаляется сама вена. Если вокруг нее недостаточно мягких тканей, которые могли бы стянуть эту вену, поддерживать ее форму, вообще у вены очень тонкие стеночки по сравнению с артериями. Там недостаточно мышечных волокон. Поэтому вена сама форму держать не может. Для этого требуются дополнительные усилия. А когда давление крови изнутри действительно очень выраженное давление, возникает расширение стенки вены. Вот если вы помните предыдущую картинку, там вена как бы разбита как бамбук на отдельные такие сегменты, разделенные именно клапанным аппаратом. И именно вот в этих местах над клапаном стоит кровь, и она расширяет стенки вены, как такие широкие, выступающие кнаружи. Бугры, выпуклости. Поэтому варикозная болезнь это возникновение уже варикозного расширения вен, а не просто воспаление стенки вены. Некоторые гипотоники, например, считают, раз у них не видно на ногах темных полос характерных для больных тромбов, лебедов, нет варикозно расширенных вен, синяков, то у них и нет тромбов, лебеда. Он есть. Может быть, у такого пациента нет осложнений тромбов, лебеда, варикозной болезни, трофических язв, геморрагических изменений, которые довольно часто видны в летний особенно период на нижних конечностях наших женщин. И самым тяжелым, конечно, осложнением тромбов, лебеда или венозной дисфункцией является гангреда. Если мелкие кусочки вен, идущие к пальцам, к частям организма, плохо полностью перекрываются и не способны на этот раз в отличие от артерии забирать ядовитую токсичную кровь, то возникает даже гангреда. Поэтому каждому человеку с тромбов, лебедом и имеющим венозную недостаточность лучше помнить об этом, потому что простая, казалось бы, болезнь, подумаешь, варикозное расширение вен может привести к гангрене и гибели организма. Вот вы видите справа наверху как раз то, о чем я и говорила. Это нижние конечности дамы, где все поверхностные да и глубокие вены обеих конечностей повреждены именно варикозным процессом. Главная опасность при этом помимо гангрены это еще вы видите на нижней картинке это отрыв тромба. Тромбы сами к себе оторвавшиеся довольно легко проходят отделы сердца и крайне редко вызывают дисфункцию хотя такие вещи бывают. Чаще всего даже мелкие они обычно попадая в артериальную кровь лизируются то есть разрушаются но есть такие тромбы которые попадают в легочную артерию. Вообще в артериальной крови никаких венозных тромбов быть не может. Но дело в том что легочная артерия по такая неразбериха вызванная врачами по сути своей является легочной веной и в нее тромбы попадают достаточно в крохотному буквально несколько миллиметров мелкому тромбу оторваться и попасть в такие же небольшие разветвленные кусочки части легочной артерии то формируется такое смертельное заболевание тромбоэмболии легочной артерии. Смерть наступает мгновенно возможно тромб перекрывает не легочную артерию возможно тромб перекрывает часть сосуда забирающего кровь если это касается не нижних конечностей как это мы говорили с вами а именно предположим вен других отделов и внутренних органов тогда в органе где развивается такое тромботическое осложнение возникает инфарктоподобные распад клеток и непосредственно наступает гибель организма ну вот от общих разговоров мы сейчас с вами подойдем и к формированию программы у нас получается несколько программ первая программа касается владельцев аппаратов диамедис дельта м диамедис м системы дельта где вы видите опять системную программу я не буду детализировать и перечислять все те механизмы которые мы использовали но кое-какие пояснения все-таки мне нужно будет сделать вы видите что этап программы всего 14 дней слева приведены названия справа приведены названия программ слева идут их номера какие программы кажутся необычными вот программа гепатоксимический синдром 156 и 95 программа это бронхолебочная система что это такое я хочу привлечь ваше внимание к этим органам мы о них будем говорить еще раз возвращаясь к венозной программе дело в том что текучесть крови а следовательно применительно к нашей нынешней программе возможность сердцу справиться с теми а что возникают все проблемы у сердца ну как всегда от того что эти проблемы возникают у сосудов если же мы хотим иметь текучую чистую не образующие тромбы не образующие никаких препятствий атеросклеротических бляшек кровь мы должны помнить что два органа являются ответственными обменными метаболическими центрами свертывающей системы крови невозможно некоторые пациенты пьют тромбоаз хочу сразу пояснить эту ситуацию дело в том что молекула свертывающей системы крови представляет собой единое целое буквально в нашей крови находится много пристеночных расположенных молекул из которых одна половина принадлежит свертывающей системе тромбообразующей и вторая половина неотделимая от нее это система растворяющие тромбы разжижающие тромбы это противосвертывающая система между этими системами существует баланс представьте себе человек страдает тромбофлебитом но при этом у него может быть в любом другом месте кровотечение поэтому в одной части организма часть молекул активируется в виде молекул составляющих свертывающей системы то есть необходимо срочно образовать тромб при кровотечении а в другом месте должна работать больше противосвертывающая система в венах например поэтому желательно чтобы вы помнили что невозможно проглотив таблетку тромбоасса добиться разжижения крови это просто невозможно обе эти системы свертывающие противосвертывающие являются единым целым вы это уже поняли а продуктами которые являются которые входят в состав молекул циркулирующих в крови как свертывающий противосвертывающий баланс за это отвечают два органа печень и легкие нам совершенно все равно какой из этих органов отвечает за свертывающую или противосвертывающую систему обе системы должны находиться в равновесии поэтому любая программа касающаяся не только венозного но и артериального русла в том числе и именно аппарата такого важного как сердце куда пропадает и тромба как вы знаете и которая имеет дело с атеросклеротическими бляшками вы должны обязательно включить программы уменьшающие токсические явления со стороны печени и со стороны легких ну в общем других никаких необычных здесь нет элементов фламидия включена потому что естественно простейшие являются общей патологией со стороны сосудистой системы и включение этой программы жизненно необходимо в этом цикле второй этап программы при аритмии тоже содержит набор программ длительность этого этапа тоже 14 дней но здесь ничего необычного здесь вы видите программы регулирующие кровяное давление общий кровоток мы затрагиваем здесь непосредственно не только сердечные артерии но и сердечные вены потому что имеет место часто очень заболевания сосудов самого сердца поэтому обойти их внимание мы никак не можем противострессовая программа и наконец очень важная программа это сердечный ритм и сердечный центр эти две программы являются лидерами среди общих программ при составлении любой сердечно-сосудистой программы особенно программы по улучшению работы сердца ну и конечно центр кровоснабжения без этого нам никак нельзя обойтись включены естественно частные варианты аритмии это тахикардия и непосредственно экстрасистолей обе нужно включать потому что неизвестно в какую минуту какая часть сердечных водителей ритма отключится естественно противопаразитарные программы мы рекомендуем выполнять эту программу в течение месяца потом немножко отдохнуть и непосредственно уже переходить к отдохнувшей либо вы можете сразу же перейти к следующей программе вот вы сейчас ее увидите это венозная программа против тромбов лебита и варикоза вот этот месяц следом за противоаритмической программы хорошо уложится программа по нормализации именно венозного русла ну что здесь опять печень опять легкие в качестве источника свертывающая противосвертывающая система опять же вы скажете вот вы только что говорили что существует тромбов лебита вот тут вот пожалуйста вам варикозы варикозные расширенные вены да если вы не будете выполнять эти программы никакой гарантии нет что варикозное расширение вен портальной системы печени например не возникнет да у нас есть программа разжижения крови у нас есть и свертывающая система крови то есть мы блокируем все механизмы которые пытаются навредить нашим венам хламидия здесь на своем месте самый частый паразит который из всех простейших который мешает здоровью наших вен это хламидия естественно их пришлось внести в первый же этап который длится 14 дней 70-я программа ацидоз направлена на то чтобы уменьшить интенсивность воспаления как вы знаете перемещение кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону всегда ведет за собой воспаление и обратная реакция наступает тогда когда вы уже сдвигаете равновесие в щелочную сторону второй этап венозной программы такой же как первый 14 дней здесь мы уже более углубленно здесь больше именно таких морфологических анатомических программ здесь полностью присутствуют все возможные паразиты которые отмечены непосредственно при тромбах любите здесь и простейшие паразиты крови паразиты лимфы филярии которые нередко к сожалению в нашей стране уже теперь поселились в сосудах наших соотечественников и конечно обязательно непосредственно укрепить стенку вены укрепить кожу над ними то есть воспрепятствовать непосредственно осложненному течению вот такая программа месячная вы ее можете записать и благополучно использовать для своей повседневной деятельности на этот раз нам удалось избежать и не обидеть владельцев универсала мы опять же составили две программы точно так же как и первая вы опять видите расписанную только уже непосредственно частотами и названиями универсала это первые 14 дней практически те же самые программы многие даже повторяют названия предыдущих также 14 дней второй этап противоаритмической программы перед вами все то же самое без исключения и все тот же месячный курс и наконец последняя программа сделанная для владельцев универсала это программа не касающаяся непосредственно брикозной болезни и тромбов лебита ничего нового я вам не добавлю пожалуй единственное что в этой программе привлекает внимание это программа касающаяся соединительной ткани она была и у владельцев биомедиса у дольтовцев но тем не менее здесь мне хочется подчеркнуть что очень часто программ пропускают а совершенно зря эта программа соединительной ткани помогает вместе со всеми естественно остальными программами отремонтировать не только свертывающую противосвертывающую систему не только распределение крови по сосудам и привести в порядок вены но и полностью восстановить как опорный каркас самой вены так и непосредственно клапанный аппарат будьте внимательны не пропустите это точно так же 14 дней и вот наконец действительно идет конец этой программы сюда я постаралась выделить программы которые очень хорошо идут и кстати и в дельте они есть и эти же программы очень похожие присутствуют и в универсайле это лимфодетокс то есть очищение которое возникает строго обязательно для пациентов с тромбов лебитом поскольку идет обратный заброс крови противопаразитарная программа и обязательно проведите вот это очень большой плюс для универсала здесь есть тромбоз который поддерживается герпетической инфекцией естественно герпес находится не изнутри он действует снаружи но тем не менее его эту программу нужно обязательно включить в общий комплекс второй этап у нас как мы видим опять 14 дней и общий курс месячный вот такие вот мы можем вам предложить программы которые располагает наша компания у нас уже есть опыт который позволяет сказать да если вы будете выполнять программу касающуюся ритмии это естественно будет хороший результат многие жалуются вот я выполняю программу экстрасистолей а вот никак плохо идет кто-то скажет другой программа по варикозу мне предлагают вырезать вены ничего лишнего в организме нет поэтому почему если раньше эти сосуды работали хорошо почему они могут и станут работать плохо поэтому вы можете добавить в этой программе в общем что-то еще дополнительное мне представляется что в общем мы учли все возможности обоих заболеваний и вообще за эти два небольших сравнительно семинара нам удалось сказать все что хотелось по поводу возникновения аритмии и по поводу возникновения тромбов либита поэтому у вас теперь вы обладаете богатым запасом у вас есть программа касающаяся атеросклероза артериальной патологии высокого давления непосредственно сердечной деятельности и вот венозного русла поэтому оздоровить сердечно-сосудистую систему вы можете как часто повторять эти программы в принципе два раза в году будет вполне достаточно интервал между программами есть если уж вы взялись за сердечно-сосудистую систему то лучше отработать конечно от первой программы до последней не пропуская ни одного элемента кроме того есть у нас одно преимущество если большинство людей например лечившихся традиционными средствами травой не могут работать над сердечно-сосудистой системой летом мы с вами лишены такого недостатка поэтому мы всегда в любое время можем выполнить эту программу если вы чувствуете что у вас возникла экстренная ситуация это программа сердечный ритм всегда у вас под рукой это великолепная программа которая может использоваться в качестве такой мини-скорой помощи она доступна и непосредственно в универсале и тем более в дельте поставили выделили если вы страдаете аритмией включили ваше сердце будет биться ровно спокойно оказалось мало повторите но не более трех раз поэтому вот все что я хотела ваше сердце